Вы смотрите новости на телеканале СКАД в студии Никиты Галочкин. Здравствуйте! В Самаре 14 апреля распределят свободные места в детские сады. Все пройдет в автоматизированном режиме. Это касается детей, которым на 1 сентября 2022 года уже исполнилось 3 года. Родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении, в разделе «Поиск заявлений» на портале образовательных услуг. Если найдутся недочеты, следует обратиться в МФЦ. После получения места в дошкольном учреждении в течение 10 дней необходимо предоставить письменное согласие на зачисление дошкольника. В случае, если родители не придут с документами в детский садик, ребенок в следующих распределениях принимать участие не будет. И тогда нужно будет снова подавать заявление в МФЦ. В Самаре откроются сезонные ярмарки. Они будут работать в разных частях города. Общий вид торговых точек должен быть оформлен в едином стиле и уместно вписываться в территорию. Более 250 производителей региона имеют право маркировать свою продукцию товарной символикой «Самарский продукт» и сделано в Самарской области. Также стоит отметить, что сейчас в Самаре уже работают 12 круглогодичных ярмарок. Уже совсем скоро откроются и сезонные муниципальные ярмарки. Их будет 10. В Самарской области стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь. Вслед за охотниками в поля отправились и представители контролирующих органов. С начала охотничьего сезона на боровую и водоплавающую дичь во всех районах области, где имеются охотничьи угодья, работают мобильные группы. В них входят росгвардейцы, представители департамента охоты и рыболовства и полицейские. Главная задача – предупредить происшествие с оружием, говорят росгвардейцы. Тем не менее, без нарушения не обошлось. В общей сложности за два дня стражи порядка проверили около 150 охотников. За нарушение правил охоты составлено 15 протоколов. Еще два – за нарушение правил хранения и ношения оружия. При этом три единицы оружия изъято. Во время рейдовых мероприятий проводится также разъяснительная работа. Объясняется ответственность административная за утрату оружия, за передачу другим лицам, за те нарушения, которые связаны с охотой. Данные рейдовые мероприятия совместно с департаментом охоты и рыболовства, а также с представителями Главного управления ВД России по Самарской области будут продолжены на протяжении всего охотчего сезона. Жители 81-го дома по улице Советской столкнулись с целым рядом коммунальных проблем. Регулярные прорывы труб, отсутствие воды и разрушение здания. По словам людей, коммунальщики знают об этом, но бездействуют. Подробности в нашей рубрике «Дежурный по городу». Старый дом и без того ветки разрушаются еще больше, сетуют жильцы. Причина – регулярные подтопления. Говорят, что трубы водоснабжения прорывают регулярно. В результате кипяток заполняет подвал и даже затекает в само здание. Что и говорить про частые перебои с отоплением и водой. Невозможно здесь жить. Невозможно жить. Невозможно. Постоянно отопления нет. Постоянно. Постоянно. Вот сейчас у нас уже три дня нет холодной воды. Потому что в подвалах, на улице, в колодцах идет горячая вода. И у нас горячая вода постоянно здесь. Как подвал затопится, мы делаем баррикады. Вот у нас в коридоре баррикада. И мы вот эти вот поддоны ставим, чтобы по поддонам ходить в квартиру домой. Это не пустые слова. Дом действительно находится в опасном состоянии. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на трещины в стенах и полу. И самое главное – на потолок. Точнее, на то, что от него осталось. Долгое время провисал потолок. Приезжали, ставили подпорку деревянную. В конце концов, около окна прогнила балка. И 11 февраля ее снесло и завалило квартиру. Потолок упал прямо в комнату. Получается, потолок упал. В этот момент моей матери дома не было. Повезло, она уехала. А так ее бы раздавило насмерть. Жильцы уже 8 лет ждут, что их расселят, по примеру, соседних подобных домов. Но этого не происходит. Как и текущего ремонта, сетуют люди. В попытках решить проблемы они не раз обращались в различные инстанции. Однако это не помогло. Нам обещали, когда рухнул в 8-й квартире потолок, нам обещали предоставить квартиру. Но никаких сдвигов нет. Куда только мы не обращались. И в администрацию писали. И ходила я к депутату, что у нас постоянно колодцы затопляют. Постоянно у нас нет отопления. И вот нам с прокуратуры, прокуратура в администрацию. Администрация мне присылает бумажку. Все, никаких сдвигов нет. Люди просят ответственной организации обратить на них внимание и решить проблемы. Дмитрий Павлов, Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре прошел просветительский форум, когда твой наставник – ученый. Доктора наук и профессора Самарского университета помогли старшеклассникам 26-й Самарской школы определиться в выборе будущих профессий. Подробности в нашем материале. Каким будет будущее? С этим нужно определяться уже сегодня, уверены старшеклассники 26-й школы. В игровой форме они познают формулу успеха взрослой жизни. За какими профессиями будущее? Как стать лидером? Как определиться с выбором жизненного пути? На эти вопросы ученикам помогает ответить просветительский форум. Этот форум заставил меня задуматься о выборе профессии, о том, что нужно уже принимать решения. Я учусь все-таки уже в 10-м классе. До этого не задумывалась о профессии, о своей будущей. А сейчас понимаю, что это уже очень важно и нужно определяться поскорее. На этом форуме нам рассказывали о современном рынке труда и как не потеряться на этом рынке, как правильно подобрать профессию. Лекция от профессоров Самарского университета, а также активности для усвоения материала, деловая игра и квиз. Некоторым школьникам это помогает окончательно определиться в выборе будущей профессии. Я вижу себя на самом деле профессиональным режиссером, который пишет сценарии к разным фильмам, мультифильмам, возможно, к каким-нибудь комиксам, играм, может даже ставить какие-нибудь спектакли в театрах, что-нибудь такого. Но я именно хочу быть разносторонним, может быть, вести какие-нибудь научно-популярные лекции. Просветительский форум «Когда твой наставник ученый» – это часть российской акции «Ученые в школы». Организаторы встречи – Самарский университет и Самарское региональное отделение Российского общества знания. Перед слушателями, перед школьниками выступают наставники-ученые. Это ученые из Самарского университета, которые работают на кафедре управления человеческими ресурсами. И сегодня они пришли в школу, чтобы рассказать слушателям о интересных, важных и новых изменениях в профессиональной сфере. По словам специалистов, выбор будущего пути – это один из важнейших вопросов, который стоит особенно остро перед старшеклассниками. Именно поэтому в 26-й Самарской школе активно помогают ученикам на него ответить. Наша основная задача, конечно же, предоставить всевозможный выбор для наших выпускников для дальнейшего определения собственной профессии. Уже сейчас заключены договора о взаимодействии практически со всеми основными вузами нашего региона. Дело в том, что мы интегрировали часть курсов вуза в программу школьного обучения. И на период седьмого класса дети уже понимают, что это такое университет, что такое профессия, как с этим работать, как определяться. Форум приурочен к году педагога и наставника. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ Песни, танцы и актерское мастерство. Курсанты Самарского юридического института ВСИН показали, что могут не только нести службу и постигать науки, но и вдохновлять своим творчеством. О том, как прошла Студвесна в вузе с самыми суровыми условиями обучения, наш следующий сюжет. Студвесна, она для всех. Курсанты Самарского юридического института ВСИН России не исключение. Несмотря на суровые условия обучения, службу в нарядах, физподготовку и занятия по стрельбе, учащиеся сумели дать волю творчеству, полеты фантазии и подготовить настоящий разножанровый концерт. Песни различных жанров, танцы, ну и, конечно же, оригинальный жанр. Визитные карточки нашего института, а именно карабинеры, мажоретки и хор «Единство». В состав строгого, но справедливого жюри вошли представители культуры, деятели эстрады и КВН. Они определяли уровень таланта, артистизма и не только. Общий настрой концерта – то, что ребят и, собственно, весь репертуар, который они представляют на сцене, отличает чувство патриотизма. И та искренность, о которой они говорят или поют, читают произведения, очень подкупает. На сцене вокальные и танцевальные номера, игра на музыкальных инструментах, художественное слово и изюминка института, которой нет в других вузах, выступления ансамбля «Девушек-барабанщиц» и дефиле с оружием взвода почетного караула. И вот, наконец-то, вердикт жюри. Из 13 представленных номеров, 7 стали дипломантами Самарской студенческой весны 2023, а 2 удостоились звания лауреатов. Вокальный номер студентки Анны Ефимовой «Цвети земля моя» и выступление взвода почетного караула. «Цвети всегда моя земля, моя любовь, моя весна» Ирина Игнатьева, Никита Галочкин, СТВ В Самарской области ожидаются резкие перепады температур. Так, по прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, днем 12 апреля столбики термометров будут показывать до плюс 14, плюс 19 градусов. К ночи они рухнут до нуля, местами даже до минус 5. Как в светлое, так и в темное время суток ожидается слабый и неустойчивый ветер. Малооблачно, без осадков. На сегодня это все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго, до встречи.